Восьмой день продолжают голодовку активисты, выступающие против коррупции. Борьба за принятие 20-й статьи Конвенции ООН в Абхазии настолько затянулась, что 2 марта трое активистов пошли на крайние меры и объявили голодовку. Вот как 20-я статья есть в своем оригинальном виде, чтобы вот такая она и вступила в силу. Понятие госчиновника и понятие близких родственников, оно у нас все в законе определено. И зачем какие-то поправки вводить уже в закон принятия, там что указывать, только несовершеннолетние. Вот с этим мы не согласны. Мы хотим, чтобы в полной мере этот закон вступил в силу. Мы хотим, чтобы статья вступила в силу до выборов. Ну, непосредственно потому, что кто бы ни пришел, президентом не стал, чтобы она помогала ему и была уже в руках у него как оружие против несправедливости. Иван Ачба голодает со 2 марта. Принимает только воду. Вместе с ним голодает Асида Кортуа и Джансух Адлейба. Их состояние здоровья регулярно проверяют врачи. Пока что давление и сахар в норме. Активисты не намерены прекращать голодовку. Мы, абхазцы, да, абхазия, после 27 лет мы застряли в канализационных трубах. Мы боремся с канализационными трубами, не можем с ними справиться. Чем мы занимаемся? Деньги выделяются, деньги пропадают, деньги выделяются до бесконечности. До сих пор мы эту проблему не решили и неизвестно, когда она решится. Наша акция говорит о том, что мы народ, мы сильнее власти. Мы можем повлиять на эту власть, потому что мы их избирали, мы их нанимали туда. Если они будут способны вывести нас из этого кризиса, мы готовы от них, мы ждем от них такого поступка. Если мы этого не увидим, наши акции будут продолжаться. 8 марта к голодающим присоединились Алина Ачба, Марина Агрба, а также ветеран Отечественной войны народа Абхазии Бота Аджиба. Спустя сутки голодовки врачи констатировали повышенное давление и рекомендовали ветерану капельницы. Но он от госпитализации отказался категорически, впрочем, как и от интервью. А вот Марина Агрба вместе с водой принимает таблетки от учащенного пульса. Но сдаваться тоже не собирается. Я, например, тот человек, который в фейсбуке иногда писала, ну неужели у нас в Абхазии не осталось здоровая молодежь или здоровые люди, которые могут противостоять тем вещам, которые у нас в Абхазии происходят. Это вот коррупция, которая набирает огромные силы. И достучаться, скажем, например, до депутатов совершенно невозможно. Я просто даже исхожу из личного опыта. Когда мне нужен мой депутат, за кого я голосовала, ни за что ты не увидишь ничего доброго с их стороны. И у нас уже давно это сложилось, конечно, мнение, что если человек пришел уже на какое-то значимое место, значимое кресло, он тебя не слышит и не видит. Я не знаю, у них как будто бы вирус особый. Они сразу себя считают царями. Ты просто становишься плебеем. У нас у Абхазов есть, знаете, пословица «сах-сах ухар стуспу» и «хетха». Мы просто устали от этого. Мы видим, что у нас нет жизни. Вы знаете, мы на пределе просто, на пределе. И потому сегодня, если мы не примем какие-либо меры, мы просто канем в вечность. Нас не будет просто от того, что люди занимаются переделом денег или, я не знаю, сфер каких-то. От этого нам не легче. Иван Ачба настоятельно подчеркивает, что акция направлена исключительно против коррупции, но ни в коем случае не в поддержку кого-либо из кандидатов в президенты. Я хочу сказать по поводу того, что вот я нахожусь здесь уже 8 дней, разговариваю с людьми, слышу разговоры какие-то. И кто-то там думает, что это во имя какого-то кандидата делается, то есть от какого-то лица. Так вот, хотел бы сказать, что это делается не во имя какого-то кандидата, это делается от лица народа. Если это захочет кто-то использовать под свои интересы, это будет совершенно напрасно. И даже, думаю, это сколыхнет общество и только расколет. На площади Усовмина установлена палатка. Есть раскладушки, где голодающие могут отдыхать. Также любой желающий может оставить здесь подпись в поддержку акции. За 8 дней подписались более 6 тысяч человек. Алексей Зухба, например, приехал из Гудауты специально, чтобы поддержать голодающих. На все 100 поддерживаем эту акцию. Хотим навести порядок на родине. Если не действенно, есть еще меры. Народу на это и ума хватит, и мудрости. Порядок навести недолго. Можно это красиво сделать, как положено. А этих людей, которые голодают, я сравнимаю с теми, которые на боевых действиях были, были за родину. Эти тоже за народ, за родину. Сидят, голодают. Парламент мой сюда прийти? Или вообще высшее руководство государства? Пусть придут. И мы по телевидению хотим посмотреть, как они и о чем они будут говорить между собой. Некоторые депутаты приходили на площадь и даже оставили свои подписи в поддержку акции. Среди них Астамур Логу, Анатолий Смыр, Бата Лайба, Инна Алтарба, Ливон Галустян, Дмитрий Дбар. Но каких-то конкретных мер за этим пока не последовало. В плане того, что приходили депутаты, да, приходили депутаты, и большинство из них подписывали, что они согласны с этим. Все говорят, что они согласны с этим, чтобы был этот закон. Ну и все как бы и на этом. 9 марта у депутатов парламента, так же, как у всех остальных граждан Абхазии, выходной. Но уже 10-го состоится рабочее заседание, на котором решаются, какие вопросы будут вынесены на ближайшее голосование. По данным пресс-службы парламента, на этой неделе должна состояться сессия. Но рассмотрят ли там возможность внесения поправок в закон о декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами, пока неизвестно. Надежда Боровикова, Срекуа Гуха, Абаза ТВ.